Вы шутите не для них, вы шутите для себя. Просто определитесь. Нет. Понимаешь, в чём проблема? Я грешным делом, я не очень люблю писать смешные сценарии, не очень хорошо мне это делать. Потому что высоким юмором я владею слабо, а низкий юмор я не люблю. Хотя вот, не соврать, когда мы писали в этом году сцену кубератива, мы ржали по кукурине. Но там смех рождался из взаимодействия персонажей. Вообще, что такое смех на самом деле? Смех это нервный срыв. Когда происходят ситуации, для человека непонятные, непривычные. Ожидание нарушилось, человек смеется. Просто пошутить, наткать, ох, в задницу. Смешно? Ну как-то так вот не очень смешно. Смешная шутка. К сожалению, я не могу научить вас писать смешное. К сожалению, это не мое. Я могу рассказать, как напугать человека. Я могу рассказать, как заставить человека плакать. Но вот смех, это слишком доселка искусства. А тут я немножко дополню. Гарты сейчас рассказывал, что в основе любого сюжета лежит конфликт. Не надо подразумевать, что конфликт это какое-то описательное противодействие, что будет какой-то эпичный махач, кто-то кого-то умрет. Конфликт это некоторое противостояние. И его разворачивать можно некоторыми нелепыми ситуациями. То есть в какой ситуации персонаж изменится. И что такого нелепого с ним сможет произойти взаимодействие с другим персонажем, который его изменит. И вот на этом принципе как раз таки строительный комедийный сюжет и комедийный сценарий. Ну вот, еще раз, я прошу прощения, к сожалению, юмор это не как. А насчет конфликтов как раз бывают эти сценки, где нет конфликтов. И они при этом интересные. Да, бывают хорошие сценки без конфликта. Но на самом деле там наверняка есть какой-то скрытый конфликт, просто он не такой явный. Конфликт это все что угодно. Это не обязательно. Да, да, что-то против чего-то и мишек в сюжете. Можно сделать офигенное, вот я, наверное, всем уже говорил. Делаем простейшую, элементарную сценку. Сажаем на сцену мальчика, сажаем на сцену девочку. И выстраиваем между ними разговоры. Когда оба стесняются, есть конфликт. Между ними есть конфликт. Внутри каждого из них есть конфликт. Каждому хочется пойдать и поцеловать, обнять, повезти с собой на прогулку. Но в нем сидит, ой, а если она скажет нет? Ой, что она обо мне подумает? Ой, так же, это же неприлично. Это тоже конфликт. Который тоже выходит наружу. На этом можно построить целую кучу всего. Но на основе лежит конфликт, который чем-то кончается. Который кончается чем угодно. А если самолет падает, вы можете считать конфликт? Нет, конфликт развивается между персонажами. Всегда нет третьей стороны конфликта между теми, кто нас тянет. В падающем самолете конфликтов до хрена на самом деле. Простая ситуация. Падает самолет, и парень решает признаться девушке. Что она ее любит? До смерти 20 минут ему уже нечего терять. А у нее мысли заняты чем-то другим. Она думает, как же спастись? Господи, что же делать? Я же не дашь его платье на косплой. Я же не выступлю. А у него хочется сказать, что, дорогая, я был таким маслом, я был таким идиотом. Я тебя люблю. Последний год, я дышу тобой, я любуюсь тобой. Для меня день, когда я не вижу тебя, день сброшенный напрасно. Это вычеркнутый день. Я не могу, я хочу признаться тебе в любви. А ей не до этого. Вот это конфликт интересный. Причем он обусловлен внешним обстоятельствами. Но конфликт возник между участниками на сцене. Если его нет, ну простите, это за рисунка. Либо это ситком. Кстати, разница ситкома и нормального упражнения заключается. Причем все то же самое. Но в ситкоме нет изменения характера персонажа. Если персонаж не меняется, это ситком. Да, это смешно, да, это весело, но это... Как вы знаете, в ситкомах за кадром смеются, чтобы было смешно. Вот. О чем я еще хотел сказать? Бывает такая ситуация, когда сценка прекрасна. Прекрасный костюм. Люди красиво двигаются на сцене. Люди произносят красивые диалоги. Взаимодействуют друг с другом. Но почему-то смотреть очень скучно. Ты засыпаешь. Думаешь, господи, какое красивое платье. А, да, да. Почему? Есть такое понятие ритм, есть такое понятие танк. Чем они отличаются? Ритм это скорость, с которой вы что-то делаете на сцене. Вы танцуете. Вы делитесь. Вы ходите. Это ритм. Если человек ходит по сцене, да, ну красиво, конечно, да. Он может двигаться, он там танцует, классно танец, да, но как-то скучно. Если бы я хотел посмотреть танцы, я бы смотрю танцевальную сцену. Тэнк это смена реперных точек. Это насколько плотно идет то или иное событие. И насколько оно отличается от вашего восприятия. В свое время Хичкок сформулировал принцип состанции ужаса. Он сказал, я могу снять очень страшную сцену минимальными средствами. Кровать, на которой двое возлюбленных целуются. Милейшая сцена, да. Смена кадров под кроватью бомба, на которой секундомер отсчитывает последние пять минут. Мы переключаемся обратно на кровать. Там идет прекраснейший, милый, если не целуются, раздевают друг друга. Все. А зрителю страшно. Зрителю страшно, потому что его ожидания, они другие. То, что происходит на сцене и то, что происходит внутри зрителя, это совершенно разные вещи. Это именно эмоциональный накал. Человек ждет. Человек не может оторваться, потому что он отвел глаза от экрана. Взрыв подвернулся. Там уже сменился кадр. Он думает, господи, ну зачем я оторвался-то? Человек смотрит на экран. Человек будет смотреть на сцену. Темп и ритм. Темп закладывается на уровне сценария. Вы должны представлять, в какой момент какая реперная точка сменится какой. И в какую сторону сменится. Смена реперных точек – это темп. Ваше движение по сцене. Все, что вы делаете – это ритм. Нельзя подменять темп ритм. Будет скучно. С другой стороны, нельзя загонять темп слишком высоко вверх, потому что зритель устанет. Даже за 5 минут человек может устануть. Поэтому нужны какие-то хотя бы минимальные паузы. Ну вот я приводил пример другой пропагандитории. По-моему, в 13-м году команда Астис делала сценку по Алису Мэдна-Святому. Не видели? В каком году? Да, в 13-м году. А, видела. Там было применено совершенно гениальное решение разрыва темпа. В плане чего? Идет сценка, идет нарастание. То есть там такой момент, когда доктор прошелся и испугал Алису. Алиса, прижавшаяся, стоит по центру сцены. Вокруг не сходящими кругами ходят стражники. Остальные Алисы ставят на заднем плане с мертвыми лицами. Реально страшно хорошо сделанная сценка, тем более я озвучиваю фитчингом. Вдушают, да? Ты ждешь, ну вот, 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 бьют часы. Полез ты со стражниками садиться, смотришь, ну и все, говорят, 5 часов время пить чай. Они садятся и 30 секунд пьют чай с мертвыми лицами. Потом кладут, встают и начинают играть дальше. У человека разрыв шума. Зрители делают. Я исправилась. У него сбитое восприятие. Он проржался, у него и спух ушел. Ожидание осталось, темп сбросился, и спух немножечко сбросился, он дальше смотрит уже с интересом. У него адреналин нарушение течет, у него сердце успокоилось, потому что вот эта перебивочка, она немножечко сбила темп. Позволила заново его накручивать. И к моменту финала человек подходит, практически вот, момент, когда убивают доктора, ну, у них еще очень красиво, конечно, получился, бегемот молодец. Но к этому моменту, нокаут достиг того уровня, когда уже должен был финал. Вот это пример разрыва темпа. Понятно, как все о чем я говорю? Это все должен применять их сценарию. Нельзя только накручивать конфликт. Нужны какие-то микропаузы. Какое-то мелочное взаимодействие, которое сбросывает темп. Помните, я вначале говорил, что любое взаимодействие на сцене либо накручивает, либо влияет на конфликт, либо меняет темп произведения. Вот именно это. Если вы чувствуете, что слишком сильно накрутили, можно сбросить. Поставить какой-нибудь небольшой разрывчик. То есть, ну, возьмем того же самого Наруто, да? Вот этот конфликт с Сулькиоры, ужас, кровь, мясо, вся деревня в клочьях. А потом Наруто встречает Хинату, и у него пауза тут никак. Когда двое стоят на сцене, смотрят друг на друга влюбленными глазами, пауза длится 40 секунд. Темп сбросился. Зритель чуточку отдохнул. Он сидел зажатый, он вдохнул. И тут опять пошел, у него уже воздух легких есть. Он не сдохнется, пока все это смотрит. Это называется изменение темп. Смысл понятия? Хорошо. Значит, еще одно, о чем хотелось бы сказать. Тоже, опять-таки, в применении к сценарию, к постановке. Но это, наверное, больше постановочное. Одна из самых грубых и страшных ошибок заключается в том, что люди начинают играть в школьном варианте. Есть такая театральная классическая школа, греческая еще, да? Когда персонаж вышел на вас в сцену, повернулся к залу лицом, произнес его монолог. Классно. Но в этот момент произошел разрыв между актерами. Говорить можно куда угодно, когда угодно. Можно стоять к залу спиной и толкать монолог. Если ваш персонаж презирает зал, он может так вот повернулся и сказать, ну, ребят, понимаете, я вас не уважаю. За что мне, собственно говоря, вас уважать? Я актер. Мне за спиной 15 лет. А вы? Сильно мешало то, что я говорил спиной? Да. Как раз тема была. Вот пример. Можно ходить по сцене в любом направлении. Можно, принято ходить, конечно, по диагонали. Это красиво. Красиво, когда фронтальная проходка, да? Вот человек может повернулся и пойти вот сюда. Может пойти сюда. Если это нужно персонажу, действие можно, как угодно. Единственное правило. Все-таки зритель должен видеть то, что один человек делает другим человеком. Нехорошо давать по счетчику другому человеку, полностью его перекрыв, не закрывшись от зала. Но иногда это можно сделать. Иногда это очень здорово работает на конфликте. В плане чего? Вы повернулись, да? Дали темповую пощечину, и человек упал. Он из-за вас вывалился. То есть, причем, дело в чем движение скрыто. Вот вы повернулись, да? Подняли руку. Видите, вы же не видели, где у вас рука, да? Вот отсюда вы дали амплитудную пощечину. Тоже маленький разрыв там. Видите, вы не знаете, чем вы ждете. Это можно делать. Этим нельзя употреблять, потому что, как бы, ну, почему-то есть такой стереотик, что не надо там делать. Надо так делать. Делайте так, как удобнее вам. Считайте, что будет выгоднее скрыть какое-то действие. Развернув только после разворачивания. Это действительно очень хорошо воспринимается. Не бойтесь взаимодействовать друг с другом. Еще такой момент. Человек, он немножечко произошел в обезьян. В нас живет память предков. Большинство обезьян, мы животные достаточно общительные, коммуникальные. Ну, вот, я сейчас не скажу все типы. Очень много можно показать движений взаимодействия с человеком. Не бойтесь взаимодействия. На вас нет театрального грима, который можно смазать. Ну, конечно, костюм можно порой, но на самом деле, используйте возможности своего тела, используйте возможности тела партнера. Потому что, одно дело, когда ты орешь на человека вот так, вот ты встал перед человеком. Кто-нибудь доброволец есть? Давайте. Давайте. Так вот, одно дело, когда я взаимодействую с человеком, это оцениваю. Я человеку говорю какие-нибудь гадости в лицо. Да? Я смотрю с начальника. Вот, я на человека ору, да? Теперь я делаю следующее. Я подшагиваю ближе к человеку и делаю маленькую гадость. Я беру человека вот так. И это уже совершенно другое взаимодействие. Это уже пошло унижение. Четкое, хорошее, жесткое унижение, да? Я в свое время, спасибо. Я в свое время вообще на пластике пробовал отработать такую вещь, как сцена, в которой не будет вообще ни одного слоя, в принципе. Весь сюжет развернует только на взаимодействии персонажа. Ну, фестиваль мне не пропустили. Сказали, что рейтинг 16+, не соответствует тому, что я хочу делать вот так. Ну, я надеюсь, что когда-нибудь что-нибудь аналогично все-таки сделаю. Не на воронеж, так куда-нибудь еще. Дело вот в чем. С человеком можно взаимодействовать. Человека можно на сцене бить. Человека можно на сцене обнимать и целовать. Если это нужно по сценарию, если вы хотите обострить восприятие, любой телезвый контакт смотрится быстрее, чем голос. Пользуйтесь этим. Не бойтесь. Трогай друг друга. Вот, как говорил один из моих учителей, на сцене только трахаться нельзя. И то, потому что зрители советуют начнут. Можно. Главное, чтобы зритель сам додумывал. Он имел в виду именно показ всего. А, ну это естественно. А так можно, конечно. Можно делать все, что угодно. Тем более, когда зритель додумывает, он додумывает себе такое, чего не додумайте вы никогда. Всегда как-то. Затемнение смотрится лучше, чем патрографический акт на 5 минут. Ну, кроме случаев, когда вам техника интересна. Вот. Дальше еще. О чем хотелось бы мне сказать. Оговорили юмор не прошли. Мы же набрали. А это на самом деле все, что сейчас у меня сбивка, как он был. На самом деле? Может быть. Я же не могу раскрывать все. Да, нет. Что еще хотелось бы рассказать? Как-то, как-то. Есть такая... Нет, что-то не снимается. Не, не, снимается. Вы же вместо того вырежете эти моменты, да? Нет. А что? Хорошо. Следующий момент. Бывает такая ситуация, когда у вас очень большой конгмент, очень ронг, который хочет играть. А эффективных ролей мало. Делайте массовку. Делайте массовку, которая будет работать. Первый мой полноценный спектакль. Мы ставили же пьесу удивительное, невероятное приключение американского чудоца. Там было, по большому счету, два действующих лица. Парень и его девчонки. Все остальное, это была массовка, которая постоянно что-то делала. Эта массовка создает постоянный непрерывный фон. Массовка, на самом деле, может все. Движение людей по сцене, выстроение людей по сцене. Все это очень здорово меняет восприятие. Это позволяет персонажу с ними взаимодействовать. Это создает мир. Не надо сложным декорациям. Люди лучшая декорация, если они заняты своей работой. Другое дело, что вам массовке надо дать ту работу, которую они будут делать всю сцену. Это выражение шестая либо в пятом ряду, но этот человек стоит со сознанием долга. Он солдат. Сейчас его могут позвать защищать Родину, и он готов ко всему. Ну и что, что он сейчас с алипатом в пятом ряду? Он играет. Он играет человека, который стоит с алипатом. Или наоборот, он играет скучающего стражника, который там, ну господи, когда эти идиоты наконец-то зайдутся, если надо зайти в караулку, выпить минуточку водочек. Ну, немножечко про массовку. Ну, опять-таки, пример того сценария, в котором Борюха от рамы и залезла. Концепция нам надо изобразить мрачный, вечерний город, где людям совершенно параллельно. Мы пускаем по сцене 3-4 лета людей. Немножко, нужно 7-8 человек, чтобы забить очень небольшую сцену. Они просто ходят. Они проходятся, здороваются друг с другом, они создают фон, причем фон во всю глубину сцены. И вот в этом фоне у нас перемещается персонаж, который ищет себя. А он не находит, потому что эти банальные его обходят. Каждая занят своими делами. Да, это дело заключается в том, что человек прошелся по сцене сюда, сюда, посмотрел сюда, не обратил внимания на персонажа, вся массовка занята. У человека нет ощущения ненужности. Вся ваша группа работает. Причем их работа, на самом деле, ничуть не менее важная, чем работа того актера, который играет главный ролик. Потому что они создают ему обстановку, в которой он взаимодействует. Кто-то из них сбился, картина разрушилась, мгновенно. Донесите это до каждого тела своего кастбенда. На сцене нет людей, которые не работают. Даже самая дубовая роль официанта, который ходит кушаходом, может сыграть ключевую роль. Тот же самый разрыв тембра можно сделать. Когда, допустим, в кафешке молодой человек с девушкой врубаются, мужики сейчас будут пощущены, сейчас будет разрыв отношений навсегда. Все, в дребезги, семья, дети, все. И тут подходит официант, говорит, кушаходом. Они сбились. У них пауза. Они могут отдышаться, посмотреть, что же им принесли, посмотреть друг на друга. У них есть время осознать, господи, какие мы идиоты. Мы же чуть не убили друг друга из-за какой-то мелочи. А могут, наоборот, убить официанта. А потом обетниться на том, что надо прятать в труп. Господи, вы же его убили, а? И они кинулись его хранить. Там куча приключений, которые у нас возникают. Из-за чего? На сцену вышел никто, официант, который вовлекся в действие. Роль массовки на 20 секунд. Она настолько может вписаться, объяснить это каждому члену своего газбенда. Нет неважных храней. Есть роли более длинные или менее длинные, нет ролей неважных. А кому лучше расписывать роль массовки? Потому что иногда сейчас случается ситуация, когда лидер говорит, вот вы массовка, и все. Делайте что-нибудь. Да, делайте что-нибудь. Вот самые частые слова, которые я слышал, которые говорят массовки. Не бывает такого, делайте что-нибудь. Нет, быть, вам, нет. Если массовка делает что-нибудь, зритель смотрит на массовку, а не на актера. Потому что актеры пыжатся, становятся в позы, толкают речи, а массовка на сцене живет. Два чувака стали друг друг с другом, и о чем-то треплялись. И вот естественный разговор, он смотрится гораздо лучше, чем игра актера. Так вот говорят, лучший способ сорвать спектакль, выпустить на сцену кошку. Потому что кошка живет. Она вышла, посмотрела, убежала. Она живет тем, что она вышла, посмотрела, убежала, она вся в этом. А актеры чего-то там поезжают. Честно. Можно еще ребенка выпустить. Он тоже живет. В сегодняшнем моменте, он тоже вам сорвет всю сцену. Проверь. Роль массовки должен писать сценарист. Вернее как. Сценарист, ему сначала нужно написать обстановку, предлагаемую обстоятельств. Вот я, допустим, говорю, в ночной город, да? Народ ходит на сцене. Между ними идет взаимодействие. Более того, допускается даже перекрывать. Они ругаются, люди проходят, перекрывают их на пару секунд. Не важно, если человеку на секунду закрыли. Он все равно знает, что там происходит. Слышит голос, мат, пощечины, все. Он додумает. Не важно, что перекрывает секунду. Я не знаю, переходить на конкретные примеры какие-нибудь. Мы, допустим, делали из массовки отторжение. Сцена идет какое-то очень жесткое действие. Допустим, парень идет девушку. Нормальная такая ситуация, красивая. Все, значит, по периметру сцену. Поверни, так, по угоду, стоит массовка 10-12 человек. И вот девушка вырывается, да? Массовка, она безлика. Плоте так как угодно, неважно. Девушка вырывается, кидается. Массовка банально перекрывает ей путь, не останавливая взаимодействие друг с другом. Работа массовки. Массовка создает вокруг нее социальные барьеры, с которыми она не может вырваться. Более того, в этой ситуации можно массовке даже дать какие-то слова, зависит от которого у меня абстрактности. То есть, допустим, девушка рванулась, да? К ней. А они между собой, допустим, вот шлюха, да? Ну, вон, взяв полгаза, вот шлюха-то, парень сбежал. И девушка на этом тормозится. У нее появился толчок, почему она не может вырваться? Почему она не вырвалась? Потому что ее что-то не пускает. Либо запертая дверь, либо массовка вот эта вот, отсекающаяся. На самом деле, массовка это настолько мощный инструмент, и можно сделать столько всего красивого, классного, отрешенности, наоборот, вовлеченности. Когда тоже парень идет в девушку, а все вокруг смотрят, господи, ну как же. Ну, жалко же человека. Мы вмешаться не можем, нам же жалко. Он же сейчас ее убьет. Ну, нельзя же так. И никто не решается подойти, остановить. У нас получился классный образ общества. Страшный образ общества, который сделала массовка. Это должен придумывать сценарист. Он должен придумать, что ему необходимо на сцене, а потом уже на месте развести людей, сказать, вот ты стоишь вот тут, ты стоишь вот тут, ты стоишь вот тут. И вы делаете вот это, вот это. Это работа массовки, которая создает нужный антураж. Это классно. Это очень сильный ход. Причем ход театральный, в кино это не сделаешь. И в книге этого не сделаешь. Это именно театральное взаимодействие человека. На самом деле, я считаю театр самым великым искусством, потому что человек верит в театр сильнее всего. Он видит перед собой живого человека. Он видит, как взаимодействуют живые, нормальные люди. Перед ним, без всяких спецэффектов, они там, ну, если это хороший театр, они не летают на тросах, они там не кидаются друг к другу молниями. Они живут вот в этой обстановке. И они такие же, как он. Вот он, вот. Человек вот чувствует его запах, он глазами его видит, он видит. Там человек чуть-чуть подволакивает ногу, подшаркивает. У него образ цельный. Он не видит перед собой лицо с влюблённым. Вот он. Ты тоже об этом вспомнил. Есть замечательные роли, как в мексиканских сериалах снимаются издревые сцены. Знаете, что это? Да, это свой ролик. Это можно сделать. В театре так и нельзя. В театре все-таки... В театре веришь. Ты видишь, как перед тобой человек действует. И ты веришь в человеку. Поэтому на вас лежит очень такая большая ответственность. Вам должны верить. Чтобы вам верили, вы должны жить в своих персонажах. Теперь чуть-чуть о негативной стороне. Закончим. Есть момент. Ну, хорошо. Теперь чуть-чуть о негативной стороне. К сожалению, в персонажа нужно слишком сильно влезть. С какого-то момента ты начинаешь жизнь в себя вести как персонаж. Бывает такое, сам на себе и с Петерова. Причём, сравнительно, недавно слишком сильно въедался в персонажа. Я жинул господина Мармеладова из «Преступление на прозрёх». И когда я понял, что у меня пошла стадия глубокого погружения, состояние, что вот я такая сволочь, я такой подонок, мне так плохо, ну я не буду менять свою жизнь. Да, вот я должен страдать, я пью там, ну... Реально, и в голове пошли такие мысли, потому что очень плотно вживался в роль. И с какого-то момента роль началась в команду. Нужно сделать что-то, идущее в разрез с персонажем. Когда я понял, что всё, вот абзац, мне конец, я плюнул и пошёл в персонажа. То, чего персонаж никогда не сделал. А я сделал. И маска слезла. Вот этот вот разрыв, извините, маски, он делает переключение на совершенно другую деятельность, не характерную для человека. Не забывайте об этом приёме, потому что иногда можно слишком глубоко влезть, надо уметь вылезти. Так. Про темпорит. Давайте так. Значит, я сейчас вкратце спрошу, чтобы просто убедиться, что вы поняли или нет. Что такое конфликт? Понятно? Конфликт должен происходить между персонажами и разрешаться действиями самих персонажей, желательно с изменением кого-то на возник. Второе. Что такое темпорит? Понятно? Темп – это изменение состояния. Ритм – это скорость движения пасту. Про то, что в персонажа необходимо вживаться, чтобы он был вашим, причем вживательным до написания слов, тоже понятно. Причём, обратите внимание, даже когда у вас кастбенли из «Гражданой городок», вживаться в персонажа можно совершенно независимо по тропу. Сейчас, слава богу, интернет достаточно развитый. Есть возможность совместного написания сценариев. Есть возможность одновременной работы над текстом. Есть возможность голосовых чат, связей. Вы, между собой, можете заранее всё это проговорить и говорить. Даже аудио можно написать, используя того же самого скайпа. Хотя бы черногое. Когда вы сели, между вами 500 км. Но вы по скайпу слышите и видите друг друга. Вы друг на друга можете наорать. Про взаимодействие с человеком, который там, черт знает где, но вы наработали манеру общения с ним. И потом, когда вы встретились вживой, у вас уже есть костяк, на котором нужно работать. Да, там, конечно, хуже с прохождением. Нужно искать кого-то на замену, кто сможет за человека походить. Ещё такой момент. Удвинитесь писать видео. Видео – это шикарная инструмент. В плане чего? По видео очень хорошо видны все проходки. Видно, где там нужно что-то сделать, повернуться. Потом, когда вы собираетесь вместе, вы уже представляете, что нужно делать. Вот человек посмотрел видео, человек, который за него играет, он ходит сюда, 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 может прикинуть так, вот сюда 5 метров, тут повернут поворот, он сам может походить, прикинуть, попадая на писачка, и тебе говорят, давайте на 5 секунд помедленнее, мне некомфортно. Ещё момент. Для тех, кто будет писать сценарий, будет заниматься уже постановкой. Есть такое замечательное понятие – «карта режиссёра» или «растановка независима». Что это означает? На каждую сцену вы для себя прямо на бумажке рисуете, где какой персонаж находится, и куда он идёт. Прямо прямо на бумаге. Кружочками расставили, поставили. Вот так вот. Посмотрели, прикинули. Нет, так его не видно. Перед меня, всё равно нормально. А так уже видно. Просто, просто. Но все эти приёмы работают. В театре, конечно, всё это делается немножечко не так. Но я думаю, что для вас это сейчас будет наиболее, скажем так, оптимальный алгоритм работы. Но, собственно, у меня всё. Можно задавать вопросы. Я потом на последний по счёту, когда скажу, пока вопросы. Можно? Такой вопрос. Да. В начале лекции вы говорили о том, что сценарий пишется сообща. Тогда, исходя из этого, что такое сценарист? Что такое сценарист Казбэнга? С сценарист Казбэнга – это человек, который придумывает конфликты, реперные точки. И потом собирается и это шлифует в кучу. Нет. Профессиональный сценарист может написать это за всех. Но, ещё раз говорю, пока вы профессионалами не стали, не стесняйтесь пользоваться помощью друг друга, не стесняйтесь сживаться другу. Да, это дольше. На выходе у вас по уши совершенно не было. Бывает ситуация, когда приходится писать одному, ну тогда присылайте сценарий, будем работать вместе. Да, на всякий случай, информируем. Если у кого-то есть какие-то сценарии, присылайте, не стесняйтесь. Мы из них сделаем что-нибудь. А потом он надо по груди с часа играть. Да, а потом он придёт с этой сценарии. Ещё вопросы есть? Скажите, а вот нужно массовке объяснять задачу, какая же требуется? Конечно. Массовка – это точно такие же актеры, просто у них ролики были. Массовка должна знать свою задачу. Как говорю суворов, каждый солдат должен знать свою маневу. Массовка должна представлять, что ей надо делать, и желательно хотя бы несколько раз походить, перпетировать, всё это поделать. Да, ещё такой вот совет. Не жалейте зрителя. В плане чего? Вызывайте у человека сильные эмоции. Допустим, почему я не люблю юналистические сцены? Смех – это хорошая эмоция, но смех – это сбросить эмоции. Человек посмеялся, посмеялся, сбросил, да, классно, человек отпустил. Он пришёл загруженный, полчаса хоржавого отпустил, он вышел нормально совершенно. У него вышел весь объем, у него вышел нервное напряжение. Ну вот, как бы, пример, опять-таки, вот сценку, которую мне залезали, она имела свою цель вызвать у зрителя лягкую ненависть за моего себе. Легонькое-легонькое недовольство о себе. Когда на сцене насилие, человеку это нравится. Да? На сцене человека бьют, но делают это вот. Смотрят и думают, слушайте, блин, классно же, да? И обязательно то, что насилие имеет тенденцию постоянно. Оно в человеке всё равно остаётся. Ну, тут, наверное, немножечко автопик такой. Я последнее время, последние года четыре, много читаю фанфиков, периодически пишёл на них критику. Да? Причём я уже заработал себе репутацию хейтера, меня два раза банили на фейтбуке. Вот, все засмели этого человека. Просто дело в чём? К сожалению, к сожалению, почему-то люди считают, что жестокость это красиво. Кровь, мясо, насилие. Люди почему-то закладывают себе в голову стереотип, что насилие это хорошо или весело. Так вот, человека надо взять и носом ткнуть в это же самое любимое насилие. Показать ему, как оно человека ломает. Сделать это несложно. Ну, вот, честно скажу, вот фестиваль, танц, красота, дефиле, зритель такой расслабленный вау, вау, вау. И тут его в лицо бьются всего размаха лопатой. Он вот такой срыв шаблона. Я же пришёл сюда посмеяться, а меня вот так вот. А потом опять весело, 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 весело. Человек выходит счастливый. Вот, как в том анекдоте, значит, как стать счастливым? Сидите дома козол, а потом уберите. Тоже работает. Но вы свою задачу добились. Во-первых, вы человеку сморвали шаблок. Человек никогда не забыл. Человек, ваш номер не забыл. Он потом, может быть, напишет там отзыв, типа, вот я пришёл посмеяться, а меня вот так вот. Даже дурная, слава, это слава. Кроме вас, вот так никто не может сделать. И потом любому, кто скажет, да вы чуваки, вы что охренели? Скажите, вы вот так, вы так не можете. Вы никогда так не сможете, потому что вы не умеете, у вас не хватает смелости это сделать, у вас наглости не хватает это сделать. Вы там вообще, вы отстой, а мы круче вас. Мы круче вас, потому что мы круче, потому что мы делаем то, что вы не можете сделать. Репутация, она по-разному нарабатывается. Я считаю, что репутация людей, которые могут делать сэмпл, который продерёт тебя до самых пяток, скажем так, она стоит того, чтобы этим хотя бы многое заниматься. Не бойтесь делать зрителям больно в моральном плане. Они отойдут. Ваш номер не поставят последний. После него будет что-нибудь веселенькое, что ты отдохну. Но вот этот момент катарсис, момент, когда он воткнулся во что-то лицо, он не забывается. Вас будут помнить и знать любить и ценить. Это что-то начало. У меня все. Еще какие-то вопросы есть? Если я знаю, что есть какой-то вопрос. По голосу видно. Нет, я понимаю, наверное, получилось немножечко не то, о чем вы хотели бы услышать. Нет, очень круто, очень. Настолько здорово, что не могу в смысле задать какой-нибудь вопрос, но 100% он появится, потом, после, и я уже не успею. Тебе сказали, пиши, если что. Так я уже все, я уже решила, что я у нас все контактную. Я у нас все, я буду человеком. Смотри, ребят, тоже небольшое отступление. Приехав в этом году с Танибатой, насмотревшись там всякого, включая постановок, косплей и всего остального, родилась идея, и мы с Гатой, собственно, порешили заняться действительно обучением и хорошими постановками. Мы создали свой театр. Театр называется Фантасмагорье. Добавляйте в друзья, добавляйтесь в эту группу, присылайте заявочки. Это театр, в котором нет актеров. В этом театре есть только два человека. Сценарист-постановщик, художественный руководитель. У вас есть идея. У нас уже первая птичка готова, она полетит в Белгород. Когда она написала художественную руководитель Казмон, она говорит, у меня вот есть такая идея, но я не знаю, как ее реализовать. Мы вместе продумали, написали сценарий, сейчас репетируем. Если у вас есть такая идея, и есть люди, которые готовы это реализовать, обращайтесь, подумаем, сделаем. Или вы просто хотите сыграть в какой-то сильной постановке. Обращайтесь, мы включим вас в наши сюжеты. По задумке, в наших сюжетах люди в основном повторяться-то больше не будут. Вы захотели, вы пришли к сыграм, вы расставите. Театр без места, театр без актеров. Приходите, учитесь. Да? Да, у меня вопрос, а где вдохновение можно взять? Вдохновение? Где угодно. Где угодно делать. У каждого свое. Мне иногда снятся сюжеты. Банагог. Мне приснался сюжет, я начинаю думать, как его можно развернуть. Что из него можно сделать? Ну, к сожалению, в силу склада характера обычно сюжеты мне снятся... Не фестивального плана. Не фестивального плана, но... Я лично, обычное вдохновение, беру из того, что мне интересно. Вот, допустим, меня заела тематика насилия. Мне интересно, что человек делает с чего-то. Написать, да? Есть ли на эту тему задумки. Потом у меня... Ну, вот, в прошлом году я отдыхал в Крыму, вечером мне пришла в голову идея, которая немедленно взросла. По ней тоже можно сделать небольшую сценочку. Офигенную сценочку в плане именно от разрыва шабула. Вот представьте себе, да? Курортная груза. Человек прилетел на самолете. Выходит, сталкивается с девушкой. Она роняет чемодан, помогает донести чемодан. Прогулки под луной. Совместный завтрак. Прогулки под луной. Любовь. Красота. На сцене изобразить что-то не сложно. Именно вот тесное отношение с классом, да? Попуст анчалец. Жуткая сцена расставания. Когда люди живут по-живому. Они понимают, что они, скорее всего, уже не встретятся. Потому что он живет в Москве. Она живет в Черной. Где? Он бизнесмен 40 лет. Он студентка 20. Разрыв. Да? Он прилетает в Москву. Звонит по телефону. Говорит, да, вы знаете, это было незабываемо. Я сейчас переведу вам остаток денег. Тогда я вас порекомендую всем своим друзьям. Какое будет ощущение у зрителя? Эта сценка придумывалась за 5 минут. Написать костяк за него минут 20. На сцене это делается минут 7-8. На фестивале это, конечно, не пропустят. Но опять-таки, смотрите. Очень простой сюжет. Честно. Я отдыхал в Крыму. Классно, да? Все. Мне почему-то не с него стоит. Возвращение он уберется из воздуха. Из того, чем ты живешь. Невозможно написать о том, чем ты не живешь. Получится не желая конструкция. Волонит вас какая-то тема? Попробуйте о ней написать. Вообще, совет. Больше пишите. Когда человек пишет, он развивается. Когда человек читает, он тоже немножечко развивается. Ну и, ради бога, не читайте фонфики. Причем, в дополнение, вот хочу сказать, пишите руками. Пишите руками. Не печатайте на компьютере. Пишите руками. Пусть это будут короткие какие-то афоризмы, фразы. Но это именно ваши, это вашим почерком, вашей рукой. Компьютер, он и безличный. Заведите себе блокнотик. Сами. Ручка, вот они. И больше он работает. Как я уже говорил, человек произошел от обезьянности. Если человек не работает руками, превращается обратно в обезьянность. Здесь нашли. Удальновляющий вопрос будет. Конечно. Какие темы лучше не затрагивать, когда пишешь сценарий на фестиваль? На какой? На Воронбургский, например. Ну, допустим. Проблема в армейском фестивале в том, что там невозможная затронность практически никакой серьезной темы. Не надо писать, ну, я сейчас пойду в разрез с самим собой, по возможности не надо писать про насилие или накануне. По возможности. Потому что полноценно развернуть эту тему у вас и она не получится, в оргах вы обидите. Под насилием я понимаю не какую-то там масштабную драку, а именно вот воздействие на психику человека. Об этом писать не надо. К сожалению. Про политику вообще писать нельзя. Политика это такая вещь, которой лучше не касаться. Еще совет от себя. О чем писать не надо? Не надо писать на модное произведение. Одна из самых страшных ошибок человека. Он посмотрел, писает оттенков сева. Ну, надо с него что-то похожее. Не надо. Делайте свои собственные ошибки. Или работайте с оригиналом. Вот, ну, все знают фильм Сумерки, да? Кто-то, наверное, даже смотрел или читал. Да? Сумерки это очень популярная, очень грубая, бездарная карта с другого произведения. Она вообще никакая. Вот как писать оттенков серого, да? Это фонфик на сумерки. Который потом был чуточку доработал. На выходе получилась такая ерунда, что словами это просто не описывалось. Я просто к чему-то. Было оригинальное произведение. Хорошее, жесткое, жуткое. Да, в какой-то момент автор скатился в порнографию, но эта порнография оказалась ввязана в очень жесткий сюжет о человеческом характере. Потом по ней сделали сумерки. Миленько, классненько, все прекрасненько. Там такие очаровательные лапушки вампиря. Потом по ней сделали все оттенков серого, которые вообще, ну, серые. Это серая такая, размазанная масса, в которой нет вообще ничего. По модному мнему вы рискуете сделать то же самое. Можно сделать пародией. Но пародия должна быть лучше, чем оригинал. Она должна быть злее, ядовительнее. Но это требует определенного, достаточно высокого уровня, поэтому лучше за это не браться. Лучше браться за сюжеты, с которыми вы не знакомы. Вернее, нет. Лучше браться за те сюжеты, которые пока не очень завершены. Например, я бы не советовал кому-нибудь делать фанфор по народу. Я бы, наверное, никому не советовал делать. Да практически по-любому модному аниме не надо делать сценки. Лучше, чем авторы. У вас, скорее всего, не получится. Можно сделать злее, но при рейтинге фестиваля 16+, сделать по-настоящему зло у вас не получится. А скалькировать произведения? Ну вот в прошлом году была совершенно замечательная слезоожимательная сценка по Корбой Бейбоку. Вы простите, Корбой Бейбок лучше. В этом году была замечательная сценка по Скотту Пелегрин. Она классная, она замечательная. Она была для своих. Те, кто знают всех этих людей, ржут, это классно. Ну вот это называется попустка. Она классная, она великолепная, но она ни о чем. Да, классные ребята играют. Не умолесятся, честно. Ну посмотрел, да, красиво. Все, займутся. Можно из длителей выжать слезу. Честно, просто чтобы человек расплапался, проще бабахнуть человеку в переносице. Он тоже заплапанчен. То, что касается тем, да. Попробуйте писать что-то свое. В ответ на вопрос, что касается тем. Не пишите шутки и стек над организаторами фестиваля, если вы не очень близкие друзья этих людей. Даже вы их знаете, да, то есть общаетесь. И даже, может быть, не фестивали иногда общаетесь. Но вы не можете прямо называть его очень близким товарищем, с которым теплое отношение. Не надо тогда стебаться над организаторами, интермедией и, в принципе, самим фестивалем. Вот этой темы тоже, конечно, лучше не касаться. Еще вопрос? Ну, если, допустим, ты делаешь сценарий по какому-то источнику с довольно банальным сюжетом, есть злодеи, есть хорошие герои, хорошие герои побеждают злодеи. И вот это будет вообще банально. И ты, ну, все равно очень хочешь сделать, допустим, ну, сценку поставить по этому источнику. То есть, как вы готовитесь из этой ситуации? Можно перевнуть сюжет, да. Можно... Какие-то... Вы можете назвать несколько... А показать сюжет в глазах самого же злодея? Ну, любой пример. Человек-паука. Человек-паука. Ну, тоже. Герой-злодей. Герой-злодея. На самом деле, из-за паука можно выжить столько всего. Да, паука. Нет, вот... На самом деле, можно только выжить. Давайте пример такой. Принцесса сидит в замке, ее охраняет драконовица, ее спасает, побеждает дракона. Копи-эр. Возьми, покажи, ваша принцесса. Покажи, что принцесса на самом деле любила этого дракона. Ей интересно. Нет, можно, например, сделать так. Дракон любил. Дракон! Дракон, сыпая, 9 утра. Ему надо на работу, охранять этот замок. Он такой, да я уже устал, тут сколько можно... Да каждый раз меня побеждают. Можно, пожалуйста. Скиленту закончится именно так, и будет результативно так же, как и в изначальной источнике. Можно... Можно продолжить, простите. Когда рыцарь победил дракона, привез принцессу замок, маленькая милка, принцессу вообще никто не спросил. Ага, просто я так понял. Никто ее не видел? Да. А потом все увидели, что она... Нет, 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 нет. Дело даже не в этом. Принцесса субъекта. Покажите, что принцесса субъекта. Что вот она сидит у дракона, у дракона паршива, кещера холодная, сквозняка, воняет, какая-то непонятная тварь под жертвуете сырое мясо. Кто-то появляется рыцарь в сияющих успехах. Героически убивает дракона. Это там на это ее жить бабушка? Нет. А потом увозят ее к себе. И принцесса уже там начинает... Он даже не спрашивает ее, что она домой хочет. У нее там бабушка, дедушка любимая, у нее отец, который беспокоится. А ее взяли и вытащили. Повезли куда-то. Даже не спрашивая. Именно вот, именно субъектность принцессы. Банально, когда она ее ведет, кто-то у нее что-то спрашивает, он ее отодвигает, начинает отвечать сам. Это тот же строгий сюжет. Все то же самое. Только просто... Это здорово. Это было, допустим, Шрейке будет выглядеть... Шрейке было не... Ну, может, только приблизительно. Но, если это будет выглядеть, как будто вопрос оказался, это все. Сюжетов на самом деле мало, да. Я сейчас, наверное, давай все-таки выйду, потому что у меня был опыт такой постановки. Что в этом случае можно сделать? Можно сюжет просто обручить. То есть, туда идет нарастание конфликта, конфликта, кульминация, развязка, что вот как-то... чуть... Ну, не договорил. После обязательно должно быть послесловие, эпилог. Что произошло? Пусть это там будет тоже закадровые фразы, какое-то видео. Что произошло с персонажами после разрешения конфликта. Мы делали постановку такую, несколько, полуабстракцию. Практически, вот как я сейчас и говорила, парень спасает девушку от группы бандитов. Они прям все очень злые, они ее пытают, постоянно за ней охотятся, ловят, периодически запирают, не дают ей куда-то сбежать. а он весь в таком черном, весь в белом, да, они все черные, он ее спасает, все, спас. Всех положил, кроме главного, он там года полумерплик, полустой. Любовь, счастье, все хорошо. Конфликт разрешился, аплодисменты, послесловие. 20 лет спустя. Выходит тот же самый бандит, тот же самый черный. Девушка всей хитой стоит на коленях, перед ее спасителем, который делает. Я пытался ее заполучить, потому что, это принцесса звезд, только ее кровь сможет разрушить. И все это обрубается. Как пример. Просто вам тут еще надо, смотря, что вы хотите сделать. Хочется удивить людей. Хочется просто сделать что-то по любимому фронту, да? В конце концов, честное. Сделайте. Стемпли. Сделайте за рисунком фронтиком. И если очень хочется воспроизвести на сцене сюжет, сыграть любимого героя, ну, черт с ним, сделать, скалькировать. Чуть-чуть обострить игроку, чуть-чуть, то другому, ну, все равно зрителям понравится. Не обязательно каждый раз выворачивать чай-то наизмонку. Иногда можно просто поиграть на сцену. Как в том они идут? Иногда бананы просто бананы. Иногда можно просто выйти на сцену. Нужно даже показать золотея с какой-нибудь другой точки стороны, что зретью станет то жалко, наоборот. Можно, можно. И уже герой получится не очень хороший. Времени мало. Если я обсуждаю. Я просто так же. Еще вопросы? Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...